Здравствуйте, друзья! В эфире ЕТВ «Зверский понедельник». Сегодня у нас в студии концентрация человекообразных. К нам в гости пришли артисты-дрессировщики королевского цирка Гея Эрадзе Дмитрий и Александр Дудкины. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и, собственно, ваши подопечные. Давайте их представим. Дмитрий, кто у вас? Значит, это у нас Ираклия. Это гиббон сиаманг. Это редкая порода. Обитают они на острове Суматра. Попал он к нам очень-очень маленьким. Вот сейчас надувал, было видно, типа мешка у него на горле. Да, вот он взевает, надувается постоянно. И когда начинает голос какой-то давать, там, поет, он тоже надувает такой для голоса. То есть не использует для защитной реакции, а именно для голоса. Да. Да. Александр, у вас кто? Здравствуйте! Здравствуйте! Еще раз. Это шимпанзе Ричик. Ему 12 лет. Звезда нашего коллектива. Аттракцион «Африка». Ну, по нему видно, он такой солидный сидит мужчина. Вот конкретно звезда. Он ведет себя так. Ричард полное имя. Ричик. Ричард. Ричард, получается, да, Ричард. По возрасту 12 лет, это как по человеческим меркам 5-6-летний ребенок. То есть он еще молод? Нет, по разуму я имею в виду. А, по разуму. Да, он очень разумный, это животное. А вообще, как бы, по нашим меркам, если брать, ему где-то 25 лет. То есть взрослый. Взрослый. Поэтому такой мудрый взгляд. Да. Как работает со столь интеллектуальным животным? Говорю я, и Ричард показывает мне язык. С ним очень ровно. Сложно? Вы знаете, это раньше было сложно. Сейчас уже нет, потому что мы друг к другу привыкли. У нас уже как бы появился какой-то там демп. И мы вместе работаем, как-то получается, очень сложно, слаженно. Очень сложно. То есть важно вот это вот психологическое состояние комфорта? Очень-очень важно. С животными очень важна такая. Знаю, что вы в цирке работаете не только с животными, да? Вы еще воздушные гимнасты. Да, мы еще воздушные гимнасты. Мы работаем в парах с девочками на люстрах хрустальных. И сейчас вот в вашем как раз городе будем выпускать новый номер колокола с ремнями. Животные в этих номерах не участвуют? Нет. То есть у вас два таких разных направления в цирке, да? Дрессура и воздушная гимнастика. Да, хотя мы пришли, когда в цирк совсем как бы не относились ни к животным, ни к воздушной гимнастике, ни к чему. То есть мы пришли в цирк, когда пришли ассистентами. То есть с самых низов начинали? Да, начинали с самых низов. Получается, убирались за животными изначально. И то даже не с обезьянами начинали. Я начинал с копытными, там зебры, антилопы, вот такие животные. Получается, прошли всю иерархию, да? И сейчас у вас есть свой собственный аттракцион. Да, так и получается. Получается, что когда мы перешли ухаживать и убираться за обезьянами, и получилось какой-то в тот момент у нас общение с речиком изначально сложилось. И вот мы теперь с ними работаем. То есть, получается, это он вас выбрал? Да, получается, он нас выбрал, да. Вот как раз хотела уточнить. Работали, получается, с самого начала, да, ухаживали за животными. Как-то именно этот фактор вас манил? Или сверху наставник сказал, у вас есть талант, дрессуры? Или само это выработалось? Как решили стать дрессировщиками? Ну, изначально, да, вот Гиа увидел в нас потенциал. Вот он нам предложил попробовать. Не страшно было с животными работать? Или наверху гимнастикой заниматься страшнее, сложнее? Нет, вы знаете, если чего-то бояться, то и нет смысла начинать этого. Поэтому нет, это не страшно. Это, ну, как бы... У нас гости требуют внимания. Давайте к ним вернемся. Скажите, как у вас проходят будни? Понятно, что есть выступления, а есть все, что за сценой, да? У нас очень много репетиций. И начиная с самого утра у нас сначала воздушная гимнастика проходит, потом вот у нас начинается репетиция Африка. Африка – наш блок. Это вот как раз с животными? Да, с животными. И вот мы всех... У нас много ассистентов. Они нам помогают, выводят, заводят. А мы их там учим, дрессируем, напоминаем, то, что они могут там за неделю что-то забыть. Даже так. Обязательно гоняем, чтобы они побегали, поманежут. Ну, чтобы не стояли. Хотя они живут в очень, как бы, больших вольерах. У них большие вольеры. Они там умудряются побегать и поскакать. Но все равно надо на неделе, чтобы где-то погулять, где-то вывезти. Например, с Ричиком мы не только проводим время в цирке. Мы можем выехать в клуб, там, выставить в клуб, а потом еще несколько часов сидеть вот так за столиком с ним, там, кушать роллы или что-нибудь такое. То есть его нельзя назвать только цирковым животным, да? Это животное с полноценной жизнью и вне цирка. Полноценной жизнью. Он, я так понимаю, чувствует себя больше как человек, чем как животное. Ну, говорят, что шимпанзе, которые воспитаны людьми, они ассоциируют себя с человеком. Я считаю себя человеком, собственно, а не шимпанзе. Да. А есть у вас другие представители этого вида в цирке? Как он общается с ними, если есть? Или шимпанзе единственный? Шимпанзе у нас единственный, да. Не встречался никогда с себе подобным? Нет. Интересно, как он поймет, что это человек? Мне кажется, он будет ревновать. Он будет ревновать. Они очень ревнивые. Вот, кстати, да. Как проходят тренировки, выступления, раз животных много? Есть ли ревность? Животное очень интеллектуальное. Вы сами сказали, что интеллект равен пятилетнему ребенку. Наверняка сложности есть. Да. Ну, к таким маленьким животным он не ревнует. Он, наоборот, пытается заступаться за них. Вот тут что-то такое, да, такое лелеет, их там гладит, вот как и раклий, например. Он вообще не ревнует. Ну, я считаю, если появится шимпанзе у нас, тогда у него ревность появится. Как бы к такому же, как он, будет ревность, конечно. Бывала ревность и к людям. Вот, как только хотелось спросить, а есть у него любимчик среди ассистентов или, не знаю, вот вас признает, например, да, а вас нет? Вообще у обезьян в природе есть такое понятие, у них один вожак. Один вожак, и все. Они только его слушаются и понимают. В нашем случае получилось так, что мы как два брата-близнеца, он, видать, воспринял нас двоих, как вожаков. Мы для него вожаки, и поэтому он слушается только нас. Он к нам относится. Равноценно абсолютно. Равноценно, и не только к вожакам, как и к родителям, получается, потому что мы постоянно рядом с ним. Хотя начинали с ним, ему уже было шесть лет. Очень сложно с шимпанзе начинать работать с шести лет. То есть у него не было никаких навыков? Приходилось все начинать с ним? Нет, нет. Гия у нас... А, были. Да, Гия он научил многому, очень многому. В основном ко всем трюкам. Есть что-то такое, чему научили Ричарда и гордитесь этим? Чему научили Ричарда? Да, ну вот именно вы, ваша заслуга. Может быть, какой-то интересный номер или, возможно, какая-то маленькая победа вне сцены цирка? Ну, есть, да. Вот он на шаре ходит. Проходит целый круг манежа на шаре, держа в руке копье. Такое там, да. Уходит на руках и стал хлопать задними ногами. Он идет на руках, еще задними ногами хлопает. А мы можем показать, да, что-то не очень большое, у нас маневр невелик? Места, да, мало. Но мы можем, да, показать, как вот он. Ричик, прошу на сцену. Вставай. Пойдем. Он намекает на то, чтобы он посидел, посмотрел. Нет, Ричик, ты вот сейчас сделай поклончик. Поклончик, сделай поклончик. 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 Молодец, молодец. А ножку подними. Нет, нет. Рич, подними ножку. Ножку подними. Ну, покруешься потом. Ножку подними, подними. Подними, поднимай. Выше, выше. Хлопай. Слушайте, не каждый человек так сможет. Выше, давай. Вы знаете, у него от природы вот такая вот растяжка. Гибкость, да. Да, гибкость, конечно, от природы. Молодец, Рич. Спасибо. А поцелуй ручку. Поцелуй ручку. Поцелуй. Целуй. Целуй. Молодец. Боже мой. Другую? Поцелуй ручку. Еще одну. Поцелуй. Молодец. Кавалер. Присаживайся. Я потрясена. В конце выступления, да, такой поклон происходит? Или это... Вообще поклон, да, это все. Значит, он заканчивает. Он кланяется зрителям и хлопает. Ну, ячок, что все, можно уже идти отдыхать. Воспринимает ли животное выступление как работу? Или тренировки как работу? Нет, животное воспринимает выступление. По крайней мере, ледичник точно. Ему настолько это нравится. Он, когда мы с ним выходим на манеж, ему, он хочет там остаться вообще. Он залазит когда на пальму, у нас высокая пальма по центру стоит. Он смотрит каждого зрителя. Из двух тысяч человек, если он увидит знакомого, он на него покажет. То есть он увидит из двух тысяч человек знакомое лицо. Сразу поймет. Расскажите, как работать с гиббоном. Все-таки совершенно разные виды. Есть ли какая-то специфика? И что делает Ираклий у вас? Ну, Ираклий у нас такое, знаете, в свободном плавании. Вот мы его отпускаем в начале номера на пальмы. И он по пальмам бегает за лемурами. У нас там лемуров много. Бегает за лемурами. Снимает там шапки, бывает, с артистов. Отвлекающий маневр. Да, он за ним бегает. Он идет на шаре. Он его преследует, преследует. Может схватить его за копье, отобрать копье. Такое вот. Людям нравится. Связано с чем? Еще пока дрессируете? Или это именно вы сделали фишкой? Это его фишка, да. Это прямо его фишка. Он добрый очень. И поэтому он с лемурами живет вместе в вольере. Как и в природе, да? Да, больше на высоте. Да. И он прыгает. Уже большие расстояния они прыгают. И там у нас такие растянуты лианы. Он прям перепрыгивает большие. Очень красиво. Есть ли жизнь с вашими артистами вне цирка? Вы сказали, что вы ходите в клубы. Куда-то с собой берете, не знаю. У нас, смотрите, он приехал очень маленький. А у меня ребенок родился. И получилось так, что он жил с нами. И с моим ребенком. То есть почти домашний питомец. Да, и вот они, у меня два годика мальчику. Вот они вместе постоянно сейчас играются. Вместе, ну, как два ребенка. Бегают, играются дома там. Как ладятся с ребенком? Он очень хорошо. Он его любит. Он зацеловывает. Он там сочет, что умеет. Как у Ричарда нет. Нету, абсолютно. Кто еще выступает в вашем шоу «Африка и животные»? Аттракционно. Аттракционно, да. У нас очень большое изобилие животных. Я услышала, лемуры есть? У нас 5 лемуров ката. Это, знаете, из Мандагаскара мультика. С красотами красивые. 5 таких лемуров. Плюс у нас один лемур вари. Это другая порода получается. У нас кенгуру рыжий большой. Потом у нас 6 лам. Зебра. Потом у нас дикобразы там ходят. Носухи прыгают. Антилопа. Антилопа, да. Даже антилопа есть. Очень много артистов в аттракционе. Спасибо большое, что вы нашли время прийти к нам в гости с вашими артистами. Вам желаю успехов, отличных выступлений и побольше зрителей в цирке. Дорогие друзья, увидимся с вами на следующей неделе. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!